Аллилуйя! 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 Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест Его, правда и суд основания престола Его. Пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постадятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним, все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся чери иудины, ради судов Твоих, Господи. И вот Их, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Аминь. Да, друзья, приветствую всех. Шалом. Мир всем вам, дорогие братья и сестры. Сегодня начал этот эра в шаббат, будем договорить, с псалма Давидова, 96-го псалма. И действительно, все народы видят славу Господнюю, славу Божью. Все люди просто не все разумеют, не все воздают славу Богу. Действительно, чудесами Божьими полна вся наша жизнь. Вся вселенная тварная, слава Богу. Да все это творение, действительно, слава Божья. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Божья. Благослови, Господь, этим утром нас, сегодня всех молящихся, во имя Господа Иисуса Христа. Благослови, Господь. Благослови. Сегодня, да, сегодня, 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 сегодня у нас эра в шаббат. Сегодня у нас 9-е число 4-го месяца, если считать от Пасхи, да, от Ниссана, от Авива. Этот месяц мы еще называем по традиции, еще вавилонской традиции древней, тамузом или фамузой. Тамуза, 9-я тамуза. И в гражданском летоисчислении, да, в библейском исчислении 5778-й год, вот, в разгаре, а, значит, уже в гражданском календаре сегодня 22-е, июня 2018-й год. Вот, вот так вот, друзья. И сегодня эра в шаббат, сегодня вечером встречаем шаббат уже, и сегодня есть несколько тем, таких, которые как раз вот и из псалма брал я, и вообще из истории также. Сегодня, кстати, вот пока шел сюда, то встретил своего бывшего студента. Так, интересно, я его не узнал, вот, правда, но он меня признал сразу, он, значит, и уже мы с ним пообщались немного, и, в общем-то, 18 лет назад в Сент-Джеймс-Колледж, колледже Святого Якова, он учился тогда и преподавал там, вот, и, оказывается, он уже пару лет уже здесь уже, в Туле проживает, так что там, где утюг. Так что, интересно, надеюсь на новые встречи, вот, и надеюсь с ним тоже увидится вновь, значит, и с другими братьями, значит, и, конечно, очень приятно было, когда он так вот признал меня, и вот вспомнилось многое, тоже из истории, конечно. Я ему сказал, да, он сказал мне, что вы у нас преподавали историю христианства, я говорю, да, это моя любимая тема вообще-то, и поэтому я из истории христианства тоже много что привожу, и в семинарах, значит, на другие, когда-то другие темы мои, вот, и в проповедях своих, и вот в таких видеообращениях тоже, в молитвах тоже, молитвенных обращениях. Вот, и сегодня 22 число, значит, и 22 июня произошла 431 года, если брать, ну, обычно у русскоязычных людей ассоциация 22 июня, это фашистская Германия напала на коммунистический Советский Союз, значит, но, значит, Вторая мировая война, она была в разгаре в то время уже, и вчерашние союзники стали заклятыми врагами, вот, именно эта дата такая вот, как бы, роковая считается, и, в общем, трагичная такая дата, вот, но намного больше трагедии, чем война, нападение народа на народ, вот, еще большей трагедией, еще большим ужасом является то, что произошло гораздо раньше, еще в пятом столетии, дамы и господа, вот, 22 июня, именно 22 июня 431 года, это были заседания, начались заседания собора, проходили, в общем-то, 22 июня 431 года, проходили заседания Третьего Вселенского Собора, так называемого, в городе Эфесе, это нынешняя Турция уже, вот, кстати, собираюсь в Турцию, как раз на днях, слава Богу, собираюсь также в Турцию, и пастор Михаил как раз звонил уже, вот, и там начинается церковь, сейчас служение, новая церковь и новое начало, и, в общем-то, это прекрасно быть у истоков вот такого пробуждения в Турции, в этой древней земле, и задолго до того, как там появилась Турция, на этих территориях, в тогдашней Римской империи, ну, уже, как бы, это была совсем не та империя, будем так говорить, это была уже христианская, византийская империя, так можно выразиться, второй Рим, будем так говорить, то, что столица была, значит, уже, Новый Рим был столицей, или же город Константинополь, так называемый, город Константина, да, значит, и вот в то время в городе Эфесе, да, тот самый Эфес, вот, в котором есть послание Эфесянам, да, значит, и апостола Павла, и даже самого Господа Иисуса Христа есть послание Эфесянам в книге Откровений, вот, коротенькое, но очень емкое, скажу так, вот, перечитываешь и диву даешься по сей день, хотя уже давно нет того Эфеса, конечно, нет той церкви, вот, но то, что в писаниях этих написано, это вдохновлено Богом, Богу вдохновенно, как мы еще говорим, да, значит, и потому полезно на все времена и во всякому, во всяком роде, во всяком граде, Вот, и собор, который, вот, я вспоминаю, сегодня Третий Вселенский Собор из истории христианства, конечно, меня некоторые, да и многие, в общем, что говорить некоторые, многие традиционалисты, контрреформаторы, православные священнослужители, мои коллеги, обвиняют порой во всяких грехах и говорят, вот, ты Вселенский Собор не почитаешь, говорю, позвольте, какие соборы, смотря какие, давайте разберемся, вот, Третий Вселенский Собор, вот, ты не признаешь, я говорю, признаю, но я признаю канонические, настоящие истины, который произошел 22, 26, извините, июня, не тот лжесобор, позорище, то, которое вы называете Вселенским Собором, которое произошло 22 июня, потому что 22 июня 431 года были открыты двери для многобожия христианства, так или иначе, но это было действительно, ну, ужасной историей, вот, и, конечно, об этом я в семинарах, вот, как раз, вот, брат, студент, бывший, почти 20 лет назад, что учился у меня в колледже Акова, он об этом напоминал, как раз, что вот, преподавали историю христианства, историю церкви у нас, да, я об этом рассказываю, что, да, вот, то, что произошло 22 июня 431 года, никак нельзя назвать Собором, тем более Вселенским вообще, это Вселенским позором можно назвать, да, позорищем, да, можно назвать, но не Собором, ни в коем ради, ну, Собориком, может быть, каким-то, да, значит, но не Собором, а тем более не Вселенским, вот, Куром на смех, Вселенским можно назвать его только, вот, значит, а, знаете ли, никакой критики ни богословской, ни библейской, ни исторической не вдерживает подобное наименование его Вселенским, и тем более собором, вот, а настоящий канонический собор, вселенский именно собор, подлинно, исторический, библейский, так вот выразится, да, который объясняется и оправдывается, и это собор, который прошел в том же Эфесе, но чуть позже, 26 июня, поэтому в календаре обозначена дата и 22 июня, обозначены и 26 июня, вот сегодня 22 июня, я планирую 26 числа сделать продолжение и уже записать, уже вторую часть уже записать, вот, может получится даже пораньше чуть сделать запись эту, вот, пока есть возможность такая вот здесь вот в парке вот записывать такие видео, вот, и дело в том, что краткая предыстория необходима, вообще, что такое многобожие, почему, вот, я говорю, что 22 июня 431 года многобожие хлынуло грязным потоком в христианство историческое, дело в том, что многобожие это то, что, есть разные, кстати, объяснения термина этого в разных энциклопедиях, проще говоря, это то, что, это вера в разных богов и молитва разного рода посредникам, это вера в то, что есть много-много, к кому я обращаюсь вообще, вот, это очень большая такая беда, вот, дело в том, что, когда Израиль слышал заповеди Божьи, евреи, неевреи, все вышедшие из Египта, слышали заповеди Божьи, говорились эти заповеди Божьи, в 20 главе книги Исход, вот, там говорится, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов под лицом моим, это первая заповедь, она как раз вот основная, ну, как основная, они все основные, просто они вот именно идут такой чередой, очень интересной, и без этой первой, все остальное, оно рушится, ну, как и без любой, будем так говорить, это как бы элементы такие, составляющие вот эту всю картину, если один из элементов просто убрать, просто-напросто, то все разрушается, и, ну, как минимум, оно не перестает иметь смысл какой-либо, вот, то есть один из этих элементов, если его убрать, вот, поэтому должны быть все эти элементы, и в такой именно последовательности, в которой они выстроены, вот, и, конечно, когда все это прозвучало, то стало понятно, я думаю, что всем там присутствовавшим возле горы Синая, там в Аравии, где все это происходило, то остановилось понятно, но чего греха таить, Израиль в своей истории много настрадался, вот, нарушая именно, иллюстрируя, как не надо жить, как, знаете, как, не помню, кто-то о России сказал, Чадаев, по-моему, кто-то из классиков, по-моему, Чадаев говорил, писал, что, по его мнению, вот, изучал он историю России, как страны, и он сказал, что мы, говорит, Россия, наверное, для того призвана, к тому призвана, чтобы показывать миру, как не надо жить вообще, как не надо поступать, вот, и это очень так вот, ну, громко, конечно, заявлено, и во многом это правда, на самом деле, особенно в 20-м столетии, 21-м столетии, это уже стало, ну, будем так говорить, прописной истиной, последнее столетие, оно, как бы, это очень ярко иллюстрирует, конечно же, вот, но в еще большей степени, чем в 20-м столетии, иллюстрация Библии, истории Израиля, Израиль в своей истории показывал, с одной стороны, как не надо жить, как не надо поступать, очень много, очень часто, с другой стороны, как надо поступать, то есть, если в истории России, к сожалению, только вот такая однобокость, как не надо поступать, и очень, почти никогда в истории России не было такого, чтобы мы показали, как надо жить, как надо поступать, к сожалению, но в истории Израиля было именно и то, и другое, вот, И того, и другого было очень много. И примеров более чем достаточно. Как раз в семинарах по истории, в семинарах по истории христианства, много историй Израиля и христианства, много примеров таких я привожу. И, наверное, самое главное, что Израиль показал, как не надо жить, как не надо поступать, это пример многобожия. То есть, когда начинали евреи молиться кому-то еще на стороне, будем так говорить, помимо Господа Бога. Кстати, интересно, Бог всемогущий, Иегова, Бог Аврама, Исаака, Якова, Он показывал, будем так говорить, и доказывал, это в Библии многожды, что Он только Бог всемогущий, никто не может сравниться с Ним и нет подобного Ему вообще даже, даже близко нет подобного Ему. И что не стоит искать кого-то на стороне. И, кстати, и Бог Святой через пророков своих, и через малых пророков, и через великих пророков, Он сравнивал устами пророков, когда говорил, Он сравнивал многобожие с супружеской неверностью. Это как вот нарушение супружеской верности, которое, значит, является мерзостью нарушения заповеди Божьей, тоже одной заповеди Божьей, седьмой заповеди. И, конечно, значит, извиняюсь, сейчас здесь разговариваю, да. Вот, и это нарушение, с одной стороны, заповеди Божьей не развратничай или не прелюбодействуй. Вот. А с другой стороны, это есть, ну, как бы, и есть духовная составляющая вот того же самого заповеди, той же самой заповеди, но уже, на самом деле, в божественном таком, ну, будем так говорить, свете. Потому что, с одной стороны, нарушение заповеди, вот, непрелюбодействуй, это есть мерзость, и это совокупляющаяся с блудницей, есть одна плоть с блудницей. Значит, ага, написано, интересно, в Новом Завете у Павла, а соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Вот, то есть, это еще и духовная вещь, на самом деле, такое совокупление, вот, с Богом, да. Но когда человек открывает свое сердце для кого-то еще, помимо Господа Бога, он, как бы, совокупляется с этими духами, с этими бесами. Потому что, кроме Бога истинного, нет никого, нет, нет никого, кроме Бога одного. Как в той песне поется, да. Вот так вот. И, когда Израиль начала молиться, Израиль всегда помнил в своей истории Иегову, Бога Авраама, Исаака, Якова, Бога Патриархов, Отцов. Но, дамы и господа, чему греха таить? В Библии есть много примеров, когда Израиль начинал молиться в большинстве даже своем, подавляющем, еще и другим богам, иным, будем так говорить, да, валом всевозможным, астартом. И это приносило проклятие, разрушение. Я так рассуждаю, что когда человек открывает самое интимное в себе, самое сокровенное в себе, самое интимное, душу свое, сердце свое, даже неверующие порой очень хорошо понимают, что молитва – это обращение, это открытие самого интимного, самого сокровенного в сердце человеческом. И когда человек молится, он открывает самое интимное, самое сокровенное в себе – это сердце его. Мы называем это сердцем, почками, внутренностями его, будем так говорить. Это его, будем так говорить, внутренняя составляющая, его основа, основа всякого человека. Вот даже эта хижина, не внешняя часть, а вот эта внутренняя, основная составляющая наша. Вот, потому что эта внешняя, она стареет, она уничтожается со временем, но новое, вот это внутреннее, оно обновляется постоянно, и оно постоянно молодо, и оно, как бы, слава Господу. Когда новое рождение особенно происходит, это человек замечает сразу, возрождение, это духовное возрождение происходит, то человек, независимо даже его возраста, он понимает, что да, у него новое начало, у него вот рождение, его духовные сущности, новое рождение. Или рождение свыше еще, как мы называем еще в Евле, еще написано. Вот, и к событиям, возвращаясь, 431 года, 22 июня, это было в городе Эфесе, там было две делегации, ну, по сути, вначале была одна делегация из Африки, из Александрии непосредственно, и эта делегация приехала пораньше, чем все остальные, и 22 июня она, именно эта делегация, по сути, она начала свои заседания проводить. И во главе этой делегации, этой фракции, будем так говорить, был Кирилл Александрийский, патриарх, пройдох, аферист, по-другому нельзя его назвать. Вот, и события вот этого собора, как раз, очень ярко иллюстрирует это, на самом деле, что это не просто, там, голословное какое-то такое наименование в аферистом и пройдоха, это действительно, это так, это... Мы не знаем, конечно, я тоже не знаю, возможно, он покаялся перед смертью в своих злодеяниях, но то, что он натворил, до сих пор церковь расслебывает. Так вот, и имея план, тайный сговор, будем так говорить, с императором, с императорским двором, который уже, уже, ну, будем так говорить, существовал уже политический заказ на смешание христианства с язычеством, вот, он не оглашался, этот заказ, но, как бы, потом дальнейшие события это очень ярко показали воочию. Все тайное стало явным, будем договорить. Вот, и, значит, он приехал пораньше, поэтому с африканскими делегатами, даже Вселенский собор, потому что должен был проводиться, каким образом? Должны быть все участвовать, прибыть другие патриархи, Папа Римский или представители его там, все остальные должны быть патриархи или их представители, и вот в таком составе должны всех выслушать, согласных, несогласных, как было на первом, на втором Вселенском соборах, регламент один Вселенского собора. Вот, но на том Лжесоборе 22 июня, никого не дождавшись, вот, приехав пораньше, значит, и не подождав никого, и не дав возможности выступить никому вообще, кроме вот своих, будем так говорить, делегатов, ну и местного еще, митрополит Мемнон Эфесский, который, собственно, в этом городе Эфессия, в общем-то, был, ну, как бы, управляющим, будем так говорить, да, управляющим. Вот, Мемнон Эфесский, он был также один из спикеров, и есть, в общем-то, его доклад, стенография была, значит, и в деяниях соборов вселенских это есть, ну, материал весь этот есть. К сожалению, на русском языке, ну, фактически недоступно, но для, ну, грекоязычных, безусловно, конечно же, доступно, для англоязычных христиан, конечно, благодать, потому что есть нецензурное полное издание. Русское издание было единственное в конце 19-го столетия сделанное, подписное издание, штучные были экземпляры, вот, и на сегодняшний день сохранилось, я могу ошибиться, но, по-моему, три или четыре экземпляра всего лишь, вот, вот этого, того издания. Один из них хранится в библиотеке имени Ленина, я подписывался, я выписывал, но так и не имел возможности поработать, к сожалению, там, значит, и есть еще и другие издания, сохранившиеся, вот, но в чем, да, я бы работал с одним из этих томов, но в чем минус русскоязычного издания, это цензурное издание, потому что в царской России, к сожалению, цензура работала очень жестко, вот, и многие вещи цензурный комитет, значит, он просто-напросто не допускал, и поэтому издания вот конца 19-го столетия, они вот грешат именно вот этим, и они не полны, они не точны, к сожалению, вот, вот, но на английском языке есть полное издание, не цензурное, а полное издание, и вот свежее, достаточно свежее 20-го столетия издание, вот, и даже переиздание 70-х годов, вот, значит, и в этом, когда был я в Америке, в Харизмате Кортудофф Черч, да, вот Сан-Августин, 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 это во Флориде, у патриарха Семена Иоанна Первого, гостил я Марк Керси, знаменитый Марк Керси, белый американский православный архиебископ, митрополит, он же и патриарх, в общем-то, исполняет обязанности, исполнял обязанности тогда патриарха, ну вот, сейчас, насколько я знаю, кафедра, она вот пока вот так вот простаивает, но и потом еще Мерамар-Бич и в других городках, таких, по Флориде, и вот во Флориде, но уже покойный, уже, правда, уже, Евсеви Стефанопулус, он уже, он умер несколько лет назад, вот, с ним познакомился как раз во Флориде, там, значит, Мерамар-Бич, и у него в храме тоже была библиотека, сейчас, я надеюсь, она продолжает функционировать, кто вместо него сейчас, я даже, кстати, не в курсе, но в этой библиотеке тоже было английское издание, там, не помню какого, 70-го какого-то года, по-моему, вот как раз издание, полное, вот, Вселенского собора, протокол этих Вселенских соборов. Почему на русском нет полного издания, во-первых, и даже то, грешащая цензура, там, значит, там, урезанная, не переиздавалась до сих пор, хотя это не связано с финансами, какими-то проблемами, РПЦ, МП, на сегодняшний день богатейшая, богатейший здесь олигарх в России, значит, и миллиарда долларов ворочает капитала, вот, но, значит, почему до сих пор не переиздал даже то цензурное издание? Дело в том, что это послужило бы наверняка 100% именно делу обновленчества и реформации Церкви Православной и вообще христианства, потому что любой нормальный священнослужитель, адекватный, даже и просто умный, думающий, думающий, не обязательно даже умный, просто думающий православный христианин, который откроет для себя вот подобные издания, он просто ужаснется. И он, я думаю, что любой адекватный человек откажется верить, безусловно, во все догматы, там, и, значит, и доктрины, которыми пичкают нас в традиционализме православном, контрреформаторы до сих пор продолжают пичкать этими лжедогматами, в том числе и многобожие. Вот, и почему я так вот сделал такой экскурс вот к этому изданию? Дело в том, что сейчас я готовлю к изданию сборник статей по истории христианства, где будут очень важные материалы. Они уже издавались мною, ну, не в полном объеме, но частично издавались в 2004 или 2003, по-моему, году, я не помню точно сейчас даже уже. А, 2004 год, ну что, 2003, потому что в 2004 году мы уже вернулись в Россию уже, да, всей семьей, вот, а в 2003 мы уже, мы еще издавали как раз вот в Киеве. И сейчас я еду в Киев, собираюсь вот на днях, да, и планирую переиздать сборник статей, вот, поэтому прошу ваших тоже молитв, друзья, об этом, вот, и вашего финансового участия, посильного помощи. Нуждаюсь, потому что нужна спонсорская поддержка ваша. Если вы в Украине, то можете, вот, содействовать, каждой гривной вашей вы можете содействовать, вот, делом, не только молитвой, не только словом, но и делом этому изданию. Запишите номер Киевстар, который можно пополнять, и тем самым финансово участвовать в моем служении в Украине. Это 096 96, еще раз, 2, 6, 6, 75. Повторяю, 096 96, 2, 6, 6, 75. Эти номера, все контакты, они под этим видео, не поленитесь, откройте, посмотрите, все эти контакты есть. И там есть другие возможности. Если у вас, допустим, возможность есть там Яндекс.Деньги там отправить, или там, или WebMoney, что еще там, Сбербанк России. Кстати, если вы в России, то можете пополнять номер мобильный МТС. МТС 915, 780, 48, 74. 915, 780, 48, 74. Вот, это такие основные вещи. И в этом сборнике статей, которые я буду издавать, многие статьи я, ну, доработал, будем договорить. Некоторые отбросил даже, некоторые новые уже, некоторыми новыми дополнил. И этот сборник, он будет уже, ну, процентов на 50, наверное, обновленным. Потому что, ну, даже вот то, что я уже подготовил к изданию, это, скажу, наполовину уже, по сути, свежие материалы. Слава Богу. И очень актуальные, очень нужные. И еще, дамы и господа, если вы владеете украинской мовою, владеете, значит, там, или же у вас хороший английский, да, значит, и вы можете помочь с переводом, или на какой-то другой язык, там, немецкий, там, еще какой язык, то обратитесь ко мне. Но, в первую очередь, мне сейчас, я так разумею, что потребно украинскую мовую издание. В Украине сейчас огромное духовное пробуждение, которое, конечно же, как и любое духовное пробуждение, связано и с таким национальным, таким культурным пробуждением, как было и в Германии, и в других странах мира, которые пробуждались духовно, так вот, для господа. И поэтому хочу сделать издание в этом же году, в 2018-м, хочу сделать издание сборника статей, получается, и на русском языке, и на английском также издание, и других языках. Вот. Ну, по крайней мере, в интернете, в интернете можно будет эти материалы посмотреть, почитать, в PDF скачать, в Word, значит, и в социальных сетях информацию я эту публикую. Я уже публиковал, и еще раз опубликую эти материалы. Вот. И, конечно, там огромная львиная доля, вот, в этих статьях материала, она посвящена так или иначе, или же посвящена, или же, вот, цепляет эти вот темы, которые я вот сегодня поднимаю в этом видео, сегодняшнем утреннем видео Эра в Шабате. Вот. Сегодня, говоря о многобожии, говоря о других проблемах. И вот о соборе 22 июня. Друзья, Кирилл Александрийский, которого я уже упоминал сегодня, вот, он вместе со своими делегатами и с местным митрополитом Мемноном в таком составе провел собор, назвав его Вселенским, ну, это ни в какие ворота не входят вообще абсолютно. Вот. Он такой же Вселенский, как и Абалерины вообще. Никакой он не Вселенский, да и собор его трудно назвать. Соборищем. Сборищем, да, можно назвать. Бандитским сборищем. Воровским собором. Да, можно назвать. Но не собором. Вот. В хорошем смысле этого слова. Вот. И это было 22 июня. 22 июня было провозглашено, что шла речь о посредниках к Богу дополнительных, помимо Иисуса Христа. Это шла речь о Марии и о 12 апостолах. Ну, о избранных святых некоторых. Вот. Но лиха беда начала. Уже через 20 лет шла речь уже о сотнях и даже тысячах разного рода посредников, якобы, к Богу. Вот. На 1-м, 2-м вселенском соборе до того, которые проходили в 4-м столетии, 325 и 381 годах, соответственно, никакой речи о многобожии даже не шла, не было. На тех соборах все было чинно, благопристойно. Учение библейское развивалось, распространялось. И, ну, конечно, были свои проблемы. И чего грех отойти? Их было даже, ну, и немало. Но не такого рода совершенно. То, что было в 431 году, это совершенно, ну, другая проблема. Вот. И если сравнить решения или протоколы, да, допустим, соборов 325, 381 годов, и сравнить с протоколами, да, и с решениями 431 годов, мы видим, ну, совершенно другой дух. Мы видим совершенно иное мышление, не библейское, а даже антибиблейское, в 431 году. Вот. Потому что там провозглашало, что Мария якобы Богородица, там, и, значит, и якобы там, как вот, к ней молиться можно и даже нужно. Именно, знаете ли, Мемнон Эфесский, который упоминал я сегодня уже не раз, он, значит, в своем докладе заявил вообще, что якобы, вот, недаром, не просто, мол, совпадение, что именно в Эфесе проходят заседания подобного собора, и подобные решения приняты. Что, мол, Эфес издревле известен культом Богородицы Присно-Девы, да, Артемиды Эфесской, древней Богородицы. Значит, и что, мол, древние эти греки, они прообразовали, как бы, или предчувствовали, предугадывали, как вот еврейские пророки, они предсказывали, да, вот, значит, говорили Слово Божье, а, мол, древние наши предки, там, мол, греки, они, мол, предугадывали настоящую Богородицу, которой есть Мария, уже Мария, Матерь Господа Иисуса Христа, поклоняясь Артемиде Эфесской, как Богородице, как Царица Небесной, одним словом, владычице там, то, значит, эти древние в безумии своем, как бы, они, как бы, прообразовали настоящее, оказывается, истинное. Ужасное сравнение, конечно, но вот это главная мысль была у Мемнона Эфесского. Вот, но это еще не все, значит, а вот уже делегаты из Африки, они вообще уже во все тяжкие пустились. Кирилл Иерусалимский, извиняюсь, Кирилл Иерусалимский, это положительный герой, это четвертое столетие, это не надо путать кислое с пресном. Пятого столетия Кирилл Александрийский, африканский, тот самый пройдох, я говорю, аферист, потому что Кирилл, извиняюсь, я за оговорочку, Кирилл Иерусалимский, это положительный герой, и его одни беседы, огласительно, чего стоят вообще, это шедевр христианского богословия, и действительно, христострично, библейское богословие раскрывается в нем очень ярко, это герой. Недаром антиохийцы часто ссылались как раз на именно Кирилла Иерусалимского, это на самом деле достойный пример. Вот, но о Кирилле Александрийском этого не скажешь совершенно, африканский, пятого столетия уже персонаж. Вот, значит, и африканцы указывали на то, что вот кому-то виделся сон, кому-то видение, кому-то привидение и прочее, прочее, прочее. Получается, аргументы их были вот подобного рода, на спиритизм, на оккультизм. Но если мы добротолюбие откроем и почитаем, даже не само добротолюбие больше, а о этих отцах, то мы с вами узнаем много очень такого, к сожалению, очень много негативного. Вот, и примеров больше, чем достаточно. Вот, примеров, ну, из тех, что на поверхности лежит, и обычно в семинарах как раз я привожу пример, это египетский у нас, ой, слушайте, слушайте, забыл, Макарий, Макарий, о, вспомнил. Макарий египетский, да, его знаменитая беседа с черепом, вызывание духов, спиритизм вообще, как вот общение с бесами, к сожалению, в конце четвертого столетия, вообще в четвертом столетии среди монашества, а в пятом столетии уже и в официальном христианстве, начиная вот с этих соборов, я имею в виду четвертый и пятый особенно, да, 431 год и 451 год в Халкидоне, следующий там четвертый собор, это просто было, ну, кошмаром на самом деле, и никак нельзя признать это решение там, значит, и деяния их каноническими, ни в коем разе вообще. Там, ну, это отдельная тема, я, кстати, уже приводил пример, сейчас я еще раз. Фу, так, отсвечивает здесь, плохо очень видно. Так, вот православный календарь. Вот, сегодня, кстати, вот я открыл традиционный православный календарь, не обновленческий, не реформаторский, а традиционный, и как раз здесь вот Кирилла Александрийского памяти, он, представляете, до сих пор в официальном православии, будем так говорить, да, или контрреформаторском, таком необновленном, нереформированном православии, он до сих пор считается святым. Он умер в 444 году, вот, и сегодня как раз его память, ну, не даром именно сегодня его память, почему, потому что, ну, я уже сказал, да, он был главным спикером на этом лжесоборе. Так, нет, сейчас я нам не найду, здесь нет поиска, к сожалению, а на память сейчас я не помню даже. Я здесь скачал себе разные календари, разные календари, ну, вот, ладно. И, значит, дело в том, что, ладно, по поводу 4-го собора я отдельно еще, я, кстати, записывал уже видео и еще запишу видео, но чуть позже, наверное, чтобы не перегружать именно это уже 36 минут уже, ну, да, вот так вот. Так что здесь именно это видео, это видеообращение я посвящаю третьему Вселенному собору и непосредственно событию 22 июня 431 года, вот, потому что сразу после этих заседаний, сразу после того, как прошли эти заседания, начали прибывать делегаты других патриархатов, там, и патриархи, собственно, Иерусалимский, там, Антиохийский, Вселенский патриархат, значит, там, и Папа Римский, ну, понятно, представители Папа Римского тогдашнего, вот, но имеющий от него голос, будем так говорить, они прибыли позже уже, когда заседания все закончились, так называемого этого Вселенского, кавычка, собора 22 июня. Вот, 23, 24, 25 июня стали прибывать эти делегаты. И 26 июня, когда все уже делегаты были в сборе, и представитель императора, кстати, представитель императора, который, император не присутствовал, но его был представитель официальный, его голос, как бы, его лицо. Вот, 22 июня он официально опротестовал, значит, заседание, потому что никто больше не прибыл, только самые первые прибыли африканцы, и они начали заседание. Но это был чисто формальный протест, потому что реально никого протеста и не было. Вот, если бы он реально запротестовал бы, и реально бы он, значит, на самом деле не просто там высказал, а заявил протест, то просто-напросто не допустили бы власти, значит, подобного беззакония. Но на словах был протест, а реально был зеленый свет этому беззаконию. Был, потому что политический заказ на смешание христианства с физическим, я это повторяю. Вот, тогдашний император, он играл такую странную игру такую, ну, как странную, капание странную. Это политика всегда вот такая, одно говорится, другое делается, третье там имеется в виду. Вот, такие хитроумные. Вот, но бог таких хитроумных посрамит всегда и посрамляет, безусловно. И, так вот, дамы и господа, братья и сестры, и 26 июня представитель императора официально дал добро на собор, потому что все делегаты были в сборе. Африканцы отказались присутствовать, потому что они заявили, что мы уже приехали пораньше, и мы сами уже провели своими силами Вселенский собор, как бы, и поэтому пересматривать решение мы не собираемся. Абсолютно абсурдное заявление. Вот, ну ладно, что есть, то есть, что сделано, то сделано, было заявлено все это. Вот, но 26 июня собор начался. Начался таки. Значит, если 22 июня председателем собора был тот самый Кирилл Александрийский, аферист этот и брайдоха, то 26 июня председателем был Иоанн Антиохийский, патриарх Антиохийский Иоанн. Вот, и поэтому 26 июня вот эти заседания, они действительно были заседаниями подлинно Вселенского собора. По-настоящему, не по наружку, как 22 июня, а по правду, что 26 июня. Поэтому мне, когда священнослужители, вот я говорил в начале, да, этой беседы, порой говорят традиционалисты, что так и так, мол, значит, что вот вы там обновленцы, реформаторы, не признаете Третий Вселенский собор. Я говорю, нет, господа, позвольте, какой? Смотря какой вы имеете в виду. Если 22 июня, это позорище, я Вселенским собором, конечно же, даже с большой натяжкой не могу назвать. Вот, значит, если речь идет о 26 июня соборе, то да, безусловно, его признаем, да, его, и действительно, это сами заседания, сами протоколы заседания, они есть, и, в общем-то, однозначно, исторически, юридически доказывают, что это был Вселенский подлинный собор, где были все делегаты и мнения, все прозвучали так или иначе. Даже если африканцы не пришли, некоторые пришли лишь как наблюдатели, но не спикеры, отказались пересматривать, то, по крайней мере, решения 22 июня, они были зачитаны, то есть это то же самое, чтобы они и выступали бы, будем договорить. И после каждого из этих решений 22 июня, собор 26 июня провозглашал анафема, анафема, анафема. Вот, и даже протосинкил Анастасий, представитель Вселенского патриархата, один из спикеров этого собора, как раз по поводу высказанных африканцами мнений, что вот кому-то виделся сон, кому-то видение, кому-то ангел там в пустыне сказал, что можно молиться, мол, кому-то еще помимо Господа, то из апостола Павла он привел пример, что если даже ангел с неба придет и другое мнение принесет евангелие, то будет анафема. Вот, и протосинкил Анастасий, он был один из спикеров этого собора, и, в общем-то, ну, героем будем договорить, да, потому что именно он оглашал как раз решение 22 июня, вот, и он же как раз и, в общем-то, ну, не спровергал их, будем договорить, от лица Вселенского патриархата и от лица вообще антиохийской школы, так называемой, тогдашней, да. Антиохийская школа богословия, это была положительная школа богословия, именно библейская школа богословия, знаменитая соло-скриптура, да, вот, это то, что Лютер высказал в 16-м столетии, Кальвин, Свингли, Аннабаптиисты тоже повторяли соло-скриптура, в 16-м столетии реформаторы, в далеком 5-м столетии антиохийская школа богословия пользовалась теми же самыми принципами, только писание, что есть вернейшее пророческое слово, и все нужно проверять, всякое откровение именно этим писанием, и что, конечно, есть понятие, как многогранная Тора, многогранная Библия, да, но есть первое значение этого слова, которое ни в какой разе нельзя терять из виду, используя даже разные роды толкований, духовные, даже самые мистические в том числе, вот, но, к сожалению, на такую мистику, нездоровую даже мистику, скатилась африканская Александрийская школа богословия, вот так вот, и поэтому 26 июня на заседаниях было однозначно неисповернуто всякое вот это вот лжеучение, задекларированное 22 июня. И вот решение 22 июня, 26 июня, они легли на стол к императору, будем так говорить, вот, который взял на себя дерзновение решать, какой мнение будет правильным, католическим, вселенским, универсальным. Но, к сожалению, из истории уже знаем, что произошло дальше. В семинарах по истории, как раз, это все я, в общем-то, и раскрываю. Вот, и в сборнике статей, которые буду публиковать, эти материалы есть, с иллюстрациями, с примерами, библиография одна занимает, там, 10 листов, то есть это обширнейшая библиография, вот, я даже скажу, что источники там и христианские, и атеистические, и мусульманские, и иудейские, разные-разные-разные, и христианские разнообразные, протестантские, католические, ну, и, конечно же, наши православные. Вот так вот, так что до встречи. Вот.